С 2015 года происходит обработка и публикация архивных документов, которые позволяют получить материалы, утраченные вследствие их уничтожения во время грузино-абхазской войны. Историк-составитель сборника Астамуртания отмечает, что в ходе работы был получен и осмыслен большой материал, создающий базу для дальнейшей исследовательской деятельности. Есть тут материалы, посвященные деятельности церковных диссидентов. Абхазия была местом, куда массово стекались представители разных ветвей, расколовшиеся тогда Российской Православной Церкви, порой конкурирующие друг с другом, находящиеся друг с другом в очень сложных отношениях. Из этих документов вы тоже сможете сделать выводы, потому что насколько это был сложный процесс и для общества, и для самих ведущих. Здесь представлен список жителей тогдашней Абхазской СССР, которые были призваны в период Второй мировой войны с 1939 по 1945 год, в списке погибших, раненых, попавших в плен. То есть, возможно, это первый сборник, где мы имеем полную картину относительно этого вопроса. Вот. И что еще хочется отметить. А, Дурибский сход 1931 года. Он связан, материалы тоже связаны с событиями периода колхозного строительства в Абхазии, массовых выступлений абхазского народа. В тот период, благодаря оперативному вмешательству и отношению руководства Абхазии, удалось избежать того, чтобы в отношении собравшихся, особенно хочется подчеркнуть роль Нестора Аполлона Чаракова, который не допустил фактически массового применения силы против протестантов, в которых собралось более 4000 человек. Представленные книги основаны на архивных материалах об Абхазии советского и досоветского периодов. В них рассмотрены болезненные для абхазцев, кавказцев, да и всего мира исторические периоды, считает представитель Совета Европы Анна Капелла. Именно по этой причине важно обеспечить семьям, населению Абхазии в целом доступ к информации, содержащих документы того времени о фактах, которые не так широко известны. Конечно, мы все знаем или можем найти информацию о конфликте с 1939 по 1945 годах. В остальных годах восстание было против коллективизации обращений с монахами Советного Союза и ухажерства. Однако информация в книге относится к конкретным личностям. Она детализирована и датирована, что позволяет читателю следить за их развитие. Надеюсь, что это позволит некоторым из вас обнаружить фрагменты своей семенной истории и в целом своего прошлого. Знание прошлого является фундаментальным элементом для строительства будущего. Сто лет – один век. Небольшой период в исторической науке, но в судьбе народа, в данном случае Абхазского, вторая половина XIX века и первая половина XX особо значимы. Количество событий, трагедий, реформ – эти сто лет отразились на каждой семье. Об этом в своем выступлении говорил доктор исторических наук профессор Георгий Анчабадзе. Первый массив документов – это владелец Абхазии Махадзе в 1967 году, 1867 года. Это Абхазия еще феодальная страна, феодальная Абхазия. Второй массив источников – долина, где нет советской власти. Это уже Абхазия советского периода. То есть прошли мы период феодального периода, периода, когда Абхазия вошла в состав Российской империи, и потом, когда была установлена советская власть. И затем Турибский сход 1931 года, и Большой террор 1937-18 годов, и Вторая мировая война – это уже советский период. То есть три огромных, важных периода истории, и таких судьбоносных, которые во многом определили наше сегодняшнее бытие. Это вот в этот столетний период архивных материалов, он не отраженный, как я вам сказал, да, как было отмечено. Для Совета Европы это важный и ценный проект, отметила представитель Альбина Овчаренко. Архивные документы в руках экспертов могут стать основой для новых исследований. Но важно не только изучение учеными, но и распространение среди всего населения Абхазии. Но также для нас очень важно, чтобы эти публикации, они ушли в широкую публику и жили своей жизнью. И чтобы широкая публика, члены семьи, люди, которые интересуются историей Абхазии, люди, которые интересуются историей региона в целом, также обращаясь к этим публикациям, преподавателям и другие специалисты. И чтобы могли узнать не только общую историю, но чтобы могли также подумать о том, что, даже если это не члены их семей, что за каждой строчкой в публикации преследования православной церкви, в Большом терроре, Великой Отечественной войне, пропавших без вести погибших, семьи, которые переселились в Османскую дверь, что за каждой строчкой, за каждым именем стоит человек. Это большой вклад в источниковедение и историографию, считает историк Станислав Лакоба. «Очень многие помнят, например, о Дурифском сходе, говорили как бы тайком всегда об этом. Документы, вот, имел Арвел Латвир Асадьевич, он всегда говорил, что я там просматривал, делал какие-то выписки, я помню, в Тбилиси он говорил, в Эмеле, институт марксизма-ленинизма, вот, и показывал некоторые там записи, но в то же время говорил, что это невозможно опубликовать в наше время. А часть материалов была здесь, часть документов. И, конечно, очень хорошо то, что они увидели свет, эти материалы и документы, хотя мнения могут быть разные, конечно, но это история, никуда не денешься. И хотел сказать о том, что там прекрасные есть предисловия, вот, Гиян Чабадзе, очень хорошие статьи, обобщающие, обобщающие характера Астамура Тани, конечно, это надо отметить. Наука в советские годы была достаточно идеологизирована, отмечает Арда и Налопа, а это значит, что многие архивные материалы просто не имели шанса быть широко озвученными. Презентуемые издания позволяют придать этому периоду в истории Абхазии объективную объемность. И это значимое событие для науки, как отечественной, так и соседних государств. Подобная работа не могла бы быть вне диалога между учеными Абхазии и сотрудниками архивов Грузии. И, в общем-то, это диалог, который очень много, так сказать, вызывает нарекания и в грузинском обществе, и в абхазском обществе. И мы понимаем, что это было очень сложно и непросто. Но я хотела бы сегодня подчеркнуть, что когда мы являемся свидетелями таких трагических событий, как недавние события в Карабахе, как современные события в зоне израильско-политистинского конфликта, мы видим, как везде происходит эта дегуманизация, расчеловечивание, можно сказать. И мне кажется, в данном случае мы все-таки работаем на какую-то цивилизованную работу с конфликтом. И мне кажется, в данном случае у нас есть возможность продолжать и не преуменьшая важность этого для всего мира. Вот сейчас мы раздираем конфликтами. И если нам удастся, несмотря на наши противоречия между нашими странами, Абхазии и Грузии, если мы сможем в таком диалоге восполнять информационную справедливость, мне кажется, это имело бы колоссальное значение. С приветственными словами, поддержав работу по восстановлению и изданию архивных материалов, выступили историк Саслан Салакая и настоятельного Афонского монастыря Давид Сарсания. Могу только поприветствовать выпуск этих изданий. Кстати говоря, как не странно, мне и Аслану Абизба пришлось писать в органы безопасности, что никакого ущерба безопасности Абхазии издание этих книг не приносит. Да, к сожалению, и такое тоже иногда наше слишком дядь, но вообще это хорошо. Да, действительно, вот как отметили неоднократно, после гибели наших архивов мы восполняем как можем, и помощь, в первую очередь, в Милицком архиве, конечно, была большая. Я рад, что вот эти документы, другие документы, вот Георгий Зарабович несколько домов подготовил и так далее, это все восполняет, да, наши знания, наши эти. И я думаю, что такая работа, наверное, действительно приносит большую пользу и все меньше белых пятен, да, в истории. Георгий Зарабович тоже проживает в Новом Афоне, рядом с монастырем, он художник. Он потомок джандарского князя Нахарпия Ачба, и часто разговаривая с ним, вот об его прошлом и так далее, он не мог сказать в каком году, но в какой именно день и за что был убит его дедушка Нахарпии. И вот благодаря тому, что была издана эта книга о большом терроре, она у меня была скачана, значит, в электронном виде, я внимательно просматривал ее, изучая, и, наконец, я нашел вот историю Анчабадзе Нахарпия, год и день, месяц его расстрела. И вот поскольку наш Зураб, он прямо непосредственно при монастыре пишет картины, я подошел к нему как-то вот в тот день, когда я эту информацию обнаружил и сказал, Зураб, у меня есть что-то для вас вот сообщить. И потом я сказал, вы знаете, вот издана книга, в которой указан документ, где написано дата, число, смерть, год смерти вашего деда, убийство вашего деда, расстрела. И когда он на меня смотрел, у него лицо изменилось и стало скорбным, потому что вот то, что такой большой период, они не знали об этих событиях, его семья, вот в этот момент, наконец-то, как бы, точка была поставлена. Вот доказательства того, что Нахарпия Анчабадзе Ачупак, значит, расстреляли в такой-то день. В настоящее время работа над архивами продолжается. Готовится ряд новых изданий документов по вопросам истории Абхазии. Элия Нора Гилая, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ